Ну, видишь, у тебя теперь весна, в душе твоя весна, да? Это просто голос такой, странный. Нет, я имею в виду, что ты выполнила то, что намеревалась. Так я тебе рассказываю, что дальше-то было. Всё, мы с ней идём, она вообще как-то странно себя ведёт, зажатая, вообще непонятная. Ну, конечно, она же не знает, что ты от неё хочешь, зачем познакомилась. Да при чём тут хочешь-не хочешь, просто не может общаться. Я думаю, ну ладно, всё, мы с ней идём, выхода нет уже. И куда пришли? А? И куда пришли? Ну, ко мне мы намеревались, всё. Ещё в магазин я там зашла, всё, пришли ко мне. Я говорю, ну, рассказываю, давай ещё поговорим, что будет, все дела. Она сидит, короче, на меня смотрит, не может, ну, вообще ни на какую тему разговаривать. Вся какая-то непонятная. Я уже сижу, я говорю, я говорю, мы так долго будем сидеть, или чё? Ну, я понимаю, что первая встреча с человеком, ну, зачем себе так вести, это тоже неуважительно. А я на неё смотрю, у неё лицо, хоть и не накрашенное, но оно красивое само по себе. Знаешь, вот есть люди, которые сами по себе красивые, но не ухаживали с собой так, как могут. Да. Вот, я её не хотела вообще никак. Ну, то есть, хотеть-то я её не хотела, но потом, потом мы уже легли. Я уже не знаю, что с ней делать, я уже и лезу к ней чуть-чуть. Она вообще ни в какую. Потом мы так с ней просидели, короче, и она поехала домой, ничего у нас не было. Ну, ты прям хотела сразу. Надо же привыкнуть друг к другу сначала. Да, не то, что привыкнуть, просто мы разные люди. Вообще у нас мышление разное. Ну и что, ты теперь больше не будешь с ней встречаться? Нет, конечно. Ну и зря. А? А где ты ещё такую же красивую найдёшь? Да в смысле красивую, природные данные. А сама по себе-то она не... Ну, как девушка она мне не нравится. Она не женственно выглядит, но черты лица у неё хорошие. Ты её должна добиваться. А? Ты её должна добиваться. Растопи лёд. Кого там добиваться-то? Она мне вообще не понравилась. Я имею в виду, если бы она ухаживала за собой. Она не ухаживала. Ну, знаешь, если... Может быть, она влюбится в тебя. Тебе просто надо дольше отношения с ней развивать. А зачем она мне нужна? Время она не тратит. Ну и она начнёт краситься, там ухаживать за собой. Нет, я против этого. Каждый человек должен себя любить и сам о себе заботиться. Может быть, её ещё из-за того, что она маленькая, и поэтому она не ухаживает за собой. Может, она не ухаживает за собой, потому что ещё маленькая. Ей больше, чем мне, 21 год уже. Она ведёт себя, наверное, как 16, как 17. Я думаю, всё, давай, пока, короче. И она даже не побоялась к тебе домой идти, да? А чего бояться-то? Я же не парень. Ну, а может быть, у тебя дома какой-нибудь бандит сидит. Да с чего? Мы с ней нормально общались просто. Вон, сколько случаев было, когда девушка приводила другую девушку домой, а это была подстава, и ту девушку сексуальное рабство продавали. Да нет, у нас более-менее очевидно было. Я же не дура. Ну, как бы ей понятно повезло ещё, да? Ну да, то, что жила и осталось. Ты аж рассмешил меня. Не, когда девушке не пахнет сексом, ей никто не хочет, если она сама себя не хочет. Ну, а вы координатами обменялись? Да. Так у нас и так все существа, и те она знает, как мне быть. Но она тебе пишет сама. Она тебе первая пишет, проявляет инициативу. Она мне писала, и, короче, я потом думаю, что с ней делать-то. И всё, и так и забанила сообщение. Чёрный список? Да нет, просто не пишу, и она мне не проявляла инициативу дальше. Ну, тебе теперь придётся новую девушку искать, да? А я уже нашла. Ну, как нашла? Сидела на Баду. Ты же знаешь Баду-то? Да. Вот. И там мне девушка, короче, с моего города. Знаешь, чё пишет? Чё? А она ещё удалила эту переписку. Я, блин, так хотела её перечитывать, и теперь не могу. Она мне там пишет, привет, даже не знаю, как разговоры развить. Короче, она хотела, она пишет, может быть, моё предложение покажется безумным. Ну, я тут лежу в ванной, и хочу фото, короче, отменяться, прикинь. Ага. Ну, прикинь на Баду, там же вся, ну, вся твоя личность, то есть, как почти в любой соцсети, она мне такое пишет. Я говорю, ну, извини, типа, нет, чё я буду. Потом я от неё не отстала, думаю, если она такое пишет, значит, она по-любому хочет. Ага. Значит, можно с ней время провести. Да даже не только секса вообще. Вот. Ну, мы начали общаться туда-сюда. Вот. Сегодня, может быть, она приедет ко мне. Ну, сколько ей лет? Ей 18, всё хорошо. Небось, девственница ещё. Не знаю. Но она, она на фотках лучше, чем та. А ты её так уже видела, да? А? Ты её так уже видела? Эту-то нет. Просто на фотках. На фотках лучше, чем та, как ты сказала? Да. А, чем та. Всё, помню, чем предыдущая. Да, чем предыдущая. У неё волосы, короче, прикол такой. Мне раньше девушки не нравились. Ну, с красными волосами, там все дела. А эта с красными, но она ничего. Худенькая. Вроде накрасится по-любому, если ко мне приедет. Так что всё ок. А сиськи какого размера? Не знаю, тут вообще не видно. Там непонятно, да? Да, не большие. Да, не суть. Рост чуть выше меня, это вообще преимущество. А та была чуть ниже. А. Ориентация БИИ, значит, точно за собой ухаживает. Полная депиляция, да? Да, да, да. Ну, просто если к парням она что-то имеет, значит, она точно ухаживает. Вот. Японский изучает. Ну, то есть мозги есть, значит, будет нормальный связь. Ну, это, наверное, чтобы аниме переводить. Ну, скорее всего. Она аниме смотрит, ты не знаешь? Японский. А? Она аниме смотрит, ты не знаешь? По-любому смотрит. Мне кажется. Это не важно. Может быть, она ещё... Как это называется, когда одеваются персонажи? Но хентай. Нет, нет. Даже есть выставка такая. Ну, не выставка, как фестиваль вот этих анимешников. О, она на сайт зашла, я на воду сейчас посмотрим. Ещё, короче, одна мне писала. Знакомиться хотела. Да, но она вообще здоровая. Кобыла. Да, да, да. Раздавит тебя маленькую, хрупкую, да? Она, кстати, рядом живёт. В одном... Ну, короче, рядом. Ближе, чем та. Рост 176. Почти как парень, да? Ага. И вес, думаешь, какой? 58. 86. Ого! Значит, минерализация кости высокая. Как Зена, повелитель воинов, да? Или как она? А у неё талия есть? Что? Талия есть? Какая талия? Вообще о чём? У неё? Да нет, конечно. Какая может быть талия? А. Ну и что, ты её отвергнешь? Я пишу... Я, короче, и написала, как будто бы дело не в ней, а во мне. Чтобы она не сильно, короче... Короче, я и написала про вес, но я не стала её обижать и написала, что дело во мне. А. Дело в тебе. Ну да. Тебе не нравятся жирухи? Ну нет, конечно, кому не нравится. Ну ты написала, дело во мне, да? Ну нет, я ещё... Мне не нравятся жирухи. Я с ней нормально, короче. Она меня звала в какой-то клуб, она в деревне живёт? Ну как в деревне, в городе, знаешь? Типа как посёлок. Ну не посёлок, там, короче, дома частные. И звала меня в этот местный какой-то клуб бичовский, там бар или чё. Я говорю, я никуда не пойду. Потом она... Ну что, ты пойдёшь или нет? Ну и... Ну знаешь, вот эти вот, как быдло общаются, деревенские. Вот. Потом она опять написала, я говорю, скину ещё фоток. Но она не скинула там 123 эффекта на фотки, чтобы непонятно было, короче. Вот. Ну и я и пишу. Я прям деликатная, не стала ругаться ни с кем, потому что там же фотки мои. Зачем общение портить с ними? Вдруг ещё где-нибудь встретимся, а я её уже рухой здесь назвала. Всё, она мне скинула фотки. Обычно, как бывает, если фотки скидываешь, тебе должны сказать, ой, ты такая красивая. Всё, она скинула фотки, я молчу. Потом она мне пишет, хватит, ну типа фоток. Я говорю, вполне. И всё. И что скажешь? Можно ли твоё фото? Я, короче, ничего не ответила. Она мне пишет, кидай своё фото. Я пишу, да, на этих вроде всё понятно. Ну, не стала я ничего кидать больше. Потом мне пишет, ну давай увидимся, хочешь миллион вопросительных знаков. Я пишу, можно не скромный вопрос. Она пишет, можно. Я говорю, а сколько ты весишь и рост? Она написала, короче, сколько? Ну, 176 и 87. Я ей пишу, если бы ты была худенькая, то, ну типа, нормально. Она мне пишет, тебе мой вес не нравится, аха-ха-ха-ха-ха. А сама ты каким весом и ростом? Ну, типа, на меня стрелки. Я пишу, мне всё равно, сколько ты там. Ну, и пишу ей свои параметры. Она пишет, почему тебе всё равно? Ну, короче, давай дальше ко мне приставать. Ты хочешь просто общения, без встречи. Я не пойму, чего ты хочешь. Ну и нормальная девушка никогда не будет отгоняться. Если я ничего после фоток не написала, мне кажется, всё и так понятно. Ну, мне, знаешь, там одна фотка была, где у неё там лицо на всю водаевку. Ты, кстати, опять раньше всех сегодня пришла. Я сегодня вообще рано с тобой. Ты, видимо, жаворонок, да? Так у меня и время-то полтретьего дня. Я уже на учёбу ходила. А я сюда пришёл, было семь человек. И прикинь, и пацан попадается и отключается. И я ему ору, ты дебил, что ли? Кого ты здесь хочешь найти? Нас всего семь человек. Он всё равно отключается. Девушку ищет, что ли? Ага, из семи человек. Тут сорок человек, когда бывает, девушку не найдёшь. Да-да-да. Знаешь, у тебя сегодня встреча, да? Что, меня встретишь? У тебя сегодня встреча. Да я не знаю. Мы вроде договаривались, мы вчера договаривались с ней встречи. А я уснула, блин. Ещё, короче, ещё одни вот мы, не знаю, списываемся, не знаю. Она должна приехать. Сегодня ты будешь наказана ей. Да я не знаю ничего. За то, что вчера проспала, она тебя сегодня накажет. Да? Она вот зашла и что-то мне не отвечает. Обиделась. На чё обижаться-то? А вы телефонами не обмениваетесь? А? Телефонами не обмениваетесь? Ну, это когда вот она будет подходить, конечно. Я её встречу. Вот вчера проспала, если бы телефон был, она бы тебя через телефон разбудила, да? Да нет. Не совсем. Вчера... А, вчера у неё есть плюс хороший. Какой? Знаешь, какой? То, что вроде по переписке понятно, что она думает. И... Она танцевала раньше. Здорово. Да, для меня это плюс всегда, если девушка танцевала. А я думаю, почему сейчас девушку тяжело найти, а потому что девушкам нравятся девушки всё больше и больше. Согласна. Ну, ты геям скажи спасибо за то, что они освобождают двух девушек сразу. Ага. А вот она мне пишет. У меня что-то спина затекла, ох, скорее, вот что значит прошлое танцовщица. Прикинем на танцовщице глаз. Гоу-гоу-дэнс? Не знаю. Но слово танцовщица мне очень нравится. Ну да, они любят красиво одеваться там, сексуально. Да не только одеваться, а вообще двигаться. Вот супер. Одеваться можно всегда. А что бы красиво двигаться? О, ответила. Походу. А ты с ней сходи в клуб. Меня... Я тебе не рассказывала, как меня звала другая девушка? Нет. Которая мне нравилась. 8 марта. И после. Нет. Нет. Ну сейчас. Алло. Да. Да, говорю, 8 марта мне девушка написала, с которой мы были в это Рождество. Рождество, которое мне нравилось. И нравится. Ну, как симпатично. Она вообще классная. Она ни с кем, вот из этих вообще рядом даже не стоит. Ну, это когда я осознанно подходила к своему выбору, и вот она мне в то время нравилась. Тут она мне написала, привет, что делаешь там. Она меня в клуб звала. Она меня в клуб звала восьмого. Потом что? Потом у нас что-то не получилось. Потом она меня звала погулять в центре. Потом ко мне, но у нас, короче, не получилось что-то. То она не смогла, то я куда-то уехала. Но она вообще классная. Яна, ее Яна, кстати, зовут. Она бегом занимается. У нее ноги идеальные просто. Я так кайфовала. Тем более у нас уже было. Я знаю, что все круто будет. Мало того, что она меня не просто звала, так еще и выпить. Там бы сто процентов было. Ну, а сейчас ты с ней поддерживаешь? Да сейчас вообще я абстрагировалась от всего. Можно было, конечно. Напиши первое, ей будет приятно. Да нет. Мы как-то вот не общались долго. И я в инстаграме, она выложила фотографию. Ну, в сторис. Которые исчезают там. И я ей ответила на эту сторис. Пишу, ой, какая красивая она мне. А, она мне, знаешь, что написала? Не скучаешь? Я говорю, ну, так. Ну, и у нас пошло общение, короче. А я на самом деле не скучала. Ну, как бы как не скучала. Не надо было. Мне пришлось написать, что скучала. Скучала по нежности. Ну, по ней. Ну, в принципе, по ней тоже. Так-то, да. Это еще более-менее адекватная девушка. А если ее другая уведет, ты расстроишься? Да нет, у нее парень может появиться, потому что она и с парнями. Так что... Жалко будет, да? На расхват. Жалко будет, если парень появится. Да, ничего страшного. У нее сестра живет с девушкой три года в Пекине. А сестра у нее тоже классная девка. Это-то просто сушеро, если честно. То, что я сейчас с кем общаюсь. Вот это история, которая молчала. Это вообще ни о чем. По сравнению с теми. Была тоже сильно красивая. Мне написала, я не захожу в ВКонтакте. И, короче, мы с ней нормально так и не пообщались. Ну, а тебе что нравится в красивых девушках? То, что ее можно целовать там, да? Ее хочется съесть, да? Она такая прям как пирожное. Ну, это да. Да. Ну, суть-то сама вот в энергии женской, которую ты питаешь, так понимаешь? Как маньяк. Вампир. Ну, да. Энергетический вампир. Маг больше... Ой, маньяк больше не ходит. Может, и энергетический вампир так-то тоже. А тебе нравится просыпаться в обнимку с девушкой утром? Ну, конечно, кому не нравится. Мы с Яной вот два раза просыпались. Это было круто. Еще когда утро тихое такое, да, и солнышко светит. Это нереально. Блин, раздразнила ты меня. Мне теперь тоже хочется. А я как не зайду в чат, мне уже надоели эти виртуальные спектры, виртуальные спектры. Мне так уже тошнило. А сейчас опять готово. Даже если не хочу, но готово. Какими у меня одноклассница, да? Ага. Она в Корею улетела работать хосписом. Куда? В Корею улетела работать хосписом. Работать хосписом? Да. Это в больнице, что ли? Вот она, в ВИС, короче. В Инстаграме история. Так все красиво у них. Ну, просто покайфовать. Там им платят по 150 в месяц, по 200. Долларов? Тысяча рублей. Тысяча рублей, да? Да, по 200, по 150. Какие классные. Она вот в том году ездила. Думаешь, почему уехала? Неделю поработала, и все. И потом, короче... Уехала. Ну, понимаешь, почему? Потому что она не захотела одна там, короче, нахать. Тупо накупила себе вещей, походила, поела там, поразвлекалась и обратно в Россию. А мне кажется, лесбиянок стало больше, потому что в 90-е парней заводили еще для того, чтобы быть в безопасности. Вот, а сейчас уже 90-х нету, уже и так безопасно девушке одной ходить. Ей парень не очень нужен, как защитник. И поэтому можно выбирать того, кого, кто больше нравится. Ну да, согласна. Ну, знаешь, допустим, если ты в бизнесе работаешь, то тебе нужен парень. Если везде конкурент и сложная работа, там, и так далее, и тому подобное. Ну, парень, как защитник? Ну да, да. Как телохранитель? Ну, не только телохранитель, чтобы был рядом, уже. Потому что люди мрази, они при любой удобной возможности сожгут. Ну да. Поэтому девушки и выбирают, если парней, то накачанных, крутых. Здоровых. Да. А не из-за того, что его хочется съесть, да? Да. Съесть хочется Джастина Бибера, да? Джастин Бибер. Лет 10 назад. Да. Была эта мода на чулкастик. Девочка в бизнес зашла. Да девочка бизнес свой начинает, прикинь, знакомая. Ну просто, вот не какая-то левая, а знакомая. Я вот зашла к ней в Инстаграм. Знаешь, НЛ. НЛ? Да. Это фирма такая? Да. Ну, это сеть какая-то, да? Да. Ну, да, вроде слышал что-то такое. Это, короче, как сказать, это БАДы, косметика, правильное питание, похудение, короче, фигня всякая. Вот ее рекламируют за приглашение в команду, там, платят ей, ну и так далее. Ну, раньше были всякие распространители, арифлейм. Ну, да, это почти то же самое, только помоднее. И сейчас Инстаграм есть, с помощью Инстаграма можно очень хорошо раскрутиться. Правда, много уже таких похочек. Уже надо выделяться чем-то среди них. У них, знаешь, такие лозунги, типа, вот, начните уже новую жизнь, да, все дела, что вы сидите. Вам нравится за 20 тысяч работать, вот, я 100 получаю. Ну, да, я даже видел картинку такую. Люди настолько ленивые, что они могут потратить 3 года на развитие бизнеса и тратят всю жизнь на работу. Да, да, да. Да. Тут вообще без комментариев, согласна. Ну, представь, сколько ты за эти 3 года работаешь, больше, чем некоторые за всю жизнь. Не нормировано. Зато потом отдыхать. Ну, почему отдыхать-то? Ну, вот, у меня друг, он купил грузовик и посадил на него человека. И он говорит, блин, времени столько свободного стало. Человек там ездит на моем грузовике, зарабатывает деньги мне. А я, говорит, не знаю, чем заняться, хожу. Вот, видишь? Ну, только это надо тоже. Уложение. Не все так просто. Мы же не воздухом питаемся. Живем не под пальмами. Пожаль. Да, вот, могли бы под пальмами жить, да, а почему-то залезли на эти всякие заводы, точим какие-то детали непонятные. По сути, у нас есть выход. Зачем нам вообще жилье? Вот подумай. Ну, для меня смысл жизни в получении удовольствия от жизни. Нет, не жизнь, а вообще жилье зачем? Чтобы укрыться от холода, там, от дождя, да? Да. Ну, то есть, как в безопасности, да? Ну, да. Ну, проще, и, знаешь, мы убиваем полжизни на то, чтобы его заработать, да? Ну, да. Ну, грубо говоря. Либо в теплых странах ты под пальмой лежишь, у тебя банан на пальме, наверное, ты же его, ты так же его съел, ты ни о чем не думаешь, то есть дождь пойдет, и что, как бы, нормально. Одеться, одеться в чем-то там, подработаешься, оденешься, тебе не надо ни зимнюю одежду, ни весеннюю, ни осеннюю, ни демисезонную, там, и так далее. Ты просто наслаждаешься жизнью, а? И машину не надо. Ну, и машину не надо, да. Да. Солнце, витамин D получаешь. Я на ютубе видел русский пацан на какой-то остров тропический уехал, и там два года жил в шалаше, я ему очень завидовал. Два года? Да, на острове жил, ну, дикарем, приехал туда. А потом что случилось? А из-за того, что ему было 25, ему там стало скучно, говорит, надо развиваться, строить карьеру, и вернулся в Россию. И мы там в комментариях все пишем, блин, ну ты дебил, зачем ты вернулся в карьеру, ха-ха-ха. Да он там рыбу ловил, кокосы, ну, собирал, вообще жил, не то жил. Я кокос, прикинь, ни разу не ела. Ага, он вообще сытный такой, ароматный. Ты ела его? Да. Настоящий? Да. У нас продается, я почему-то ни разу не задумывалась о том, чтобы можно купить же его. Кокосовое масло вкусное и полезное. Это очень дорогое, удовольствие. Ну да. Я оливковое, это не использую, ни то что. В кокосовой мекоти кокосового масла очень много, и ты прям насыщаешься быстро. Ой, сейчас, подожди. Короче, четвертинку кокоса можно на весь день растянуть, и будешь сытый ходить. Да ты, до чего? Смотря кому это. Ну, тому, кто под пальмой лежит. Ну, может быть. Там еще надо забраться на эту пальму, чтобы его достать. Не, они когда созревают, они падают на землю. И они даже некоторые прорастают, когда их долго не берут. Меня беспокоит тот факт, что она сладит. Кто? Я утерпеть не могу, когда кто-то отменяет что-то. Это ты про кого? Да, про эту Диану. А. Она сейчас на учебе должна быть? Якобы. Ну, я вот сомневаюсь в том, что она не может ответить мне. О том, что мы сегодня должны встретиться. Я тебе не рассказывала про девушку с Украины? Нет. Вот мы с ней познакомились, заобщались. Ей 26 было. Месяц где-то, может, даже больше общались. Это очень долго в интернете для меня. Чтобы не видеться, ничего, только вот общаться. Я уже к ней привыкла там, да. Я уже жду, пока она зайдет. Она ждет, пока я зайду. И тут, прикинь, она мне пишет. Я сейчас, ну, отлучусь, потом зайду, короче. Ее до сих пор нет. Мне кажется, ее больше не появится вообще. Ее убили. Да нет. Что же радикально-то сказать? Никто не убивал. Ну, много девушек пропадает без вести. Вот это настораживает. Мне прям жалко. Знаешь, на каком сайте, на таборе? Табор? Да. Я на этом сайте уже очень много лет. Сейчас уже более-менее развитый. Ну, он, конечно, в воду уступает, но все же, здесь есть люди, некоторые нормальные. Тут континент не очень. А, кстати, на Авито тоже можно знакомиться. Как? А они там объявления выкладывают. Я просто угарил, когда увидел скриншоты с Авито. Да? Да. Там девушка с двумя детьми там ищет порядочного, там, стабильного мужчину. Типа того. Да это бред. Вот я сейчас нажала, сейчас на Авито зайду. Как на Авито можно знакомиться даже? Ну, может, там какой-нибудь раздел надо выбрать. Или это только в Туре? Нет, это скриншот какой-то был. В Рунете во всем. Да, может, на Фотошопе, да и все. Ну, не знаю. Мне всегда казалось, что там есть такие объявления. Ну, я не думаю. Единственный вариант познакомиться там, это если ты кому-то что-то продал. Смазку анальную. Сразу на одной волне, да? Почувствуешь. Да. Книжечки продаю часто. Тут что-то такое можно покупать. Квартирку. У нас вот все только нет. Тут одни товары, ничего я не вижу. А если в поиске набрать знакомство? Да нет. Единственное, знаешь, где может быть? Ну, не-не-не. Все варианты отмечаются. Кстати, хочешь? А ты один живешь? Да. А ты нормально зарабатываешь? Да. Я могу тебе помочь. С чем? Есть сайт, короче. Офигеть. Сейчас. Нифига, тут новые города. Да тут люди ищут друг другу спонсоров. Ну, и спонсоры ищут подержанок. Нифига, тут знаешь, что пишет одна. Я девушка, ищу спонсора женщину Мадрид. Меня зовут Елена, мне 40 лет, я известный художник. Ищу очень состоятельную женщину, которая может выступить спонсором для организации проведения моих персональных выставок в Испании, в других странах Европы, США и так далее. Прикинь. Ну. И скинула свою фотку. Прикинь даже как ищу. Ну и как она? Ну, сейчас я нажала там вкладку. Ну, тело хорошее у нее. Купальники прикинь фотка. Тело хорошее, вот на лицо не очень. Разгубастилась, да? Нет, кожа даже гладенькая, ну просто некрасивая. Губуру скатала состоятельную, очень состоятельную, ищет. Очень красивую. Но она известная художница. Ты ее узнала? Конечно. С первого взгляда. Знаешь, как этого, единственного, кого я знаю, это Сафронова, знаешь? Нет. Как он, Михаил Сафронов, или как он? Вот его я еще знаю. Первая ситуация, но никак не ее. Дальше тут смешные пишут. С Украины. Я лесбиянка, мне 33 года. Имею лишний вес. Слушай. Ищу богатую женщину-спонсора. Мне нужна добрая, щедрая женщина. ВДСМ не предлагать, люблю только нежности. Если вы богатая женщина, еще раз повторяю. И хотите помочь мне финансово, напишите ей свой e-mail. Мало того, что ей 33 года, с лишним весом, не любит там ни БДСМ, ничего, и ей нужна богатая, которая ее будет содержать. Как раз для Украины. Вот 19 лет. Девушка пишет с Питера. Ищу женщину-содержателя. Люблю БДСМ. Ищу друга. Друга мужского пола? Да. Ищу подругу, Лиз. О! А как сайт называется? Новосибирска. Да сейчас, подожди, я посмотрю. Мне тут интересно, люди пишут. Не как мы привыкли, да? Угу. По шаблонам. А помнишь, как раньше была газета «Все объявления»? Да. Вот там же писали, просто как думали. Не было этих избитых фраз, и вот тут пишут люди. А вот, напишу. Тула, последний запрос, 13 февраля. Тула, хочу найти женщину для рождения и воспитания ребенка. Угу. А, это парни пишут. А я тебе рассказывал, что мне две лесбиянки предлагали им заделать ребенка? Нет. Я на дискотеке познакомился с одной училкой, ну, в клубе. И она, когда узнала, что я не пью, не курю, говорит, ой, сейчас так мало. Ну, ты редкий экземпляр, у меня есть две лесбиянки знакомые, и им нужно здоровое потомство. Хочешь, я тебе предложу выступить в роли донора? А мне прикольно было. Я говорю, ну, давай, предложи. И потом эти лесбиянки мне звонили, договаривались. И вот, и говорят, ну, только оплодотворение будет через пробирку. Я говорю, ой, нет, я думал, трахнуться на халяву. А, ну, вон как все. Ради потрахаться на халяву я был готов стать отцом. Тебя бы не стремно было? Они еще говорят, и ты должен по выходным принимать участие в воспитании ребенка. Тебя-то не устроило? Неа. А, я им сказал, ну, если мальчик, тогда ладно. А если девочка, зачем мне мужское там воспитание? Говорю, если девочка, она сдруживается с мамкой против отца, и все. И отца не слушает. Тем более, они обе лесбиянки, знаешь. Дочка тоже станет лесбиянкой. Да? Да, почему? Отец всегда должен быть, я считаю. О! Ну, короче, она трубку бросила и больше не поднимала. Ищу спонсора. О, обеспечу красивую спутницу. Мужчина познакомится с парой Тула. Ищу щедрого спонсора. Ищу содержанку. Ну, короче, много чего тут есть. Познакомлюсь с семейной парой. В Туле очень много. Ну, не больше, чем в Москве, конечно, но все же. Ну-ка, Иркутск. А как сайт-то называется, прям, заинтересовала? Содержанки.ру О, да это я давно знал, этот сайт. Да? Угу. Я когда случайно нашла, ну, наткнулась на него, я просто офигела. У нас тут ничего такого нет. Я помню, мы с другом поехали, ну, к шлюхе. Уже договорились. Вот, такие заходим, а там баба такая страшная, старая. Привет, проходите, мальчики. И друг мой, ой, я, по-моему, сигареты забыл в машине такой. Сейчас я вернусь. А меня, зараза, оставил там. Я смотрю его, что долго нет. Я тоже свинтил. В квартире там стояли. В коридоре у нее. Ничего нет. Вот весь мой опыт. Хождение по шлюхам. Да лучше не надо. Зачем тебе лишнее венерическое заболевание? Ну да, ты права. Лишнее. То есть свои пусть будут. Я не в этом смысле. О-о-о-о. Я, блин, ее теряю. Последняя пара. У нее последняя пара. А, кстати, у тебя есть какие-нибудь сексуальные игрушки, которые ты на Алиэкспресс заказываешь? Нет. Вообще ничего нет. Я против. Ну, анальную пробку, например. Они дешевые. Там за 60 рублей можно силиконовую анальную пробку купить. Она еще будет с этим. Да. С бриллиантом. Будет. Ну, то есть, где вот этот ограничитель, за который руками берешь, там прям такой граненый. Стекляшка такая граненая, она сверкает. Она пишет, что у нее сейчас последняя пара будет. Я пишу, ты приедешь. Она мне пишет, а ты будешь ждать. А ты будешь ждать. Чук-чук. Чук-чук. А ты им деньги даешь на билет? Я что, спонсор, что ли? Пусть сами добираются, да? Конечно. Нет, если... Ну, как сказать так? Все зависит от девушки. В смысле деньги? Я вообще не поняла вопроса. Если я кому-то приезжаю, что должна за проезд платить, то за бред. Если даже себя поставить на это место. Ну, или там на такси, например, срочно, среди ночи нужно ей уехать. Денег на такси нет. Так зачем тогда поехала, знала же. Ну, планы изменились. А на вино скидываетесь поровну? Ну, конечно. Нет, такой поровну. Если она хочет приехать, я ее уломаю, значит, все. Пусть за свой счет приезжает. И вино тоже пусть берет сама, да? Да нет, вино там не стоит. Но если она несовершеннолетняя, кто ей вино продаст? Не, ну, хотя хотел сказать, несовершеннолетних не было. А нет, были. И не одна, кстати, среди. Было штуки три. Не, я помню, как мне девушка не понравилась, но так хотелось. И думаю, что я придумаю. Я просто шторы закрыла и свет не включила. И было неважно уже с кем. Это в следующий раз не ходи за сигаретами, а так же, как я сделаю. Да там, похоже, фигура была не очень, так что не помогло бы. Ну, там тоже, я бы не сказала, что прям что-то, ну, что же. Ну, там школьница, она вообще какая-то сдвинутая. Она там все себе проколола. Сексом где только не занималась, короче. По сравнению с ней, я вообще там, знаешь, девочка-пайенька, там, знаешь, в школу, со школы домой. Ангелочек. Да. Светоша. В туалете там, в пола и в клубе там, ничего не понятненькое. В туалете. В туалете. Так что, если что, ее надо было за решетку, а не меня. Искусительница. Своротила тебя. Девку тоже хотела ломать, уже давным-давно, она часто на Баду естит. Нормальная вроде. Ну, вот, не получилось, и все, и теперь напишу, и как вижу онлайн, так вспоминаю, что надо было сразу ехать к ней. А было такое, что ты прям влюбилась в какую-нибудь девушку? Да. Было, прикинь. И прям сердце болело, да? Один раз было, но... Один раз было, но... Я была одна с виски, с грустной музыкой, потом не смогла, думаю, что я буду одна пить, тут непонятно как, поехала на работу, и на работе с мужиками, я же барменом работала. И вот, они заказывают коньяк, ну, коньяк у нас этот, курвазье, знаешь? Нет. Нет, я же не пью, но тут, понимаешь, я не пью, но тут такое, у меня столько эмоций было, что я не могла их просто перетерпеть. Угу. У меня первый раз в жизни было, чтобы я целенаправленно из-за кого-то пила. Все, мы с ними сели, давай разговаривать. Я там о ней думаю, уже настолько напилась, что работать не могу. А у меня уже смена, там, через несколько часов. В итоге напарница за меня, давай работать, злая. А я вообще никакая, так напилась из-за нее. Но я знаешь, зачем напилась? Я, наверное, грамм 300 выпила. Коньяка? Да. Ну, чтобы притупить боль. Да. Я думала, что я напью сейчас, а завтра я проснусь сукой, которая вообще не будет о ней вспоминать. Так и получилось. Ага. Через несколько дней все вернулось. Потом со временем уже ушло, уже было не до нее. Единственное, что... Когда я мастурбировала, я все время ее представляла. Не важно, с кем я была. А ты мужикам рассказывала, почему ты хочешь напиться? Да не то, что напиться, они просто сами как позвали. Я говорю, да, вообще не вопрос. Ну, ты прямо рассказывала, что вот, тебе там девушка понравилась, да? Да я что, дура, что ли? Нет, мы просто разговаривали обо всем. Ну, хреново, да, что нельзя было поделиться горем. Да мне и так было нормально, мы с ним так хорошо поговорили. А там не то, что мужики, там, знаешь, здоровье, там, непонятно какие, а там люди все представительные, то есть поличные, москвичи, насколько я помню. Ну, просто они тебя отвлекли от мыслей о ней. Да. Ну, и отвлекли, и я все равно понимала, почему я боюсь. А я на Алиэкспресс заказываю всякие игрушки. Какие милочки. Ну, вот у меня есть анальная пробка, потом анальный крюк, и груша анальная воздухом надувается и внутри расширяется. Да. Ну, и они прикольные, они как бы дополнительное удовольствие не доставляют. Нельзя. От них прям смазка выделяется обильно. Ну, знаешь, что у пацанов тоже смазка есть? Да, знаю. Ну, вот. Ну, и это еще полезно вроде бы, как там профилактика геморроя и простатита. Некоторые девушки, которые не могут добиться оргазма и стигнуть, ну, вагинального, они должны упражнения всякие тоже делать. А, ну да, там шарики всякие продаются, вагинальные. Да. Ну. А сейчас я заказал себе пробку для ношения. То есть она тяжелая, и она сделана так, что она не выскакивает. Вот. И я хочу там сначала в магазин с ней сходить. Ну, просто, чтобы идти по улице и ощущения получать. И чтобы никто не догадывался, что у тебя пробка в жопе стоит. Это же весело, да? Ну, это тоже. Обратательно. Что? Ну, если что-то под штаны надеть, не видно будет, наверное. Ну, да. Зимой вообще, я думаю, проблем нет. А если осесть, можешь с ней? Ну, да. Садишься, когда еще лучше, еще приятней. Вот, она еще, вот, которая для ношения, она должна быть тяжелой. То есть, когда ты идешь, она там от шагов толкается, и тебе дополнительно там возбуждает все. Что-то она какая-то, это... Мутная. Я ей пишу скинцу в Телеграм. Она мне пишет, меня нет в Телеграме. Я ей говорю, созвонились бы. Она пишет, а как я тебе кину Телеграм? Номер, что ли? То есть, она уже говорит, что она есть там, а до этого говорила, что ее нет? Как-то хочется уже смачиваться. Были такие, которые прямо сразу спрашивали, что ты хочешь? Да нет, конечно. Когда неанонимно, то тут долго надо переписаться. Это же не просто так. А меня знаешь, что бесит, то, что я привыкла всем уже говорить. То, как на самом деле. Я не могу теперь справиться с этим. Ну, то есть, тебе... Мне уже хочется так описать, а? Не охота долго и нудно издалека заходить, да? Да. Мне тоже. Хотя раньше мне даже нравилось. Теперь меня это... Я уже забыла все эти вопросы. А ты прикинь, ко мне каждый день приходят и звонят в дверь. А кто, я не знаю. Я боюсь открывать. Кто? Я не знаю, может быть, мусора какие-нибудь. А ты миллион выиграл в русском АТО. А? Вдруг тебе ты выиграл миллион в русском АТО, а ты не открываешь. Ну, тогда бы смс-ку прислали. Мне кажется, это мусора. За то, что я тут откровенные беседы веду, они мне предъявят в растлении малолетних. Ой. Мне тут девушка написала. Другая, мы с ней раньше общались. Она худенькая. У нее талия есть, пиджопа есть. Надо брать. Я ее раньше звала. Еще когда работала. Смотри, сейчас весна наступит, теплые деньки. Сейчас вообще все горячие станут. Все начнут трахаться, да? Да, не знаю. Смотри, они сейчас мини-юбки оденут, на улицу выйдут. Ветерок там будет их возбуждать и они будут истерично всем писать. Давайте. Давайте встретимся, типа. Так что потерпи, месяцок еще потерпи, потеплее. И сами начнут предлагать тебе, да? Я не знаю. Ты мини-юбки любишь носить? Нет. Прикинь, я все свои вещи вытянула, которые мне обещали. И теперь у меня ни одной юбки не осталось. Только летние. А как что девушек будешь соблазнять? Ну, летних-то... Я, кстати, знаешь, что подумала. Чего? Почему я раньше до этого не догадывалась? Вот дура. Ага. Когда кто-то ко мне домой приходит, надо было ей одевать их. Да. А не в штанах, в этих нос. Летние вещи у меня вообще все классные. Я полностью сменила гардеробку за туалет. Прикинь, вот мы работали, мы могли 7 тысяч за день получать. Жуть. И на завтра оставаться уже с половиной или ни с чем. Особенно такие больные шипоголики, как я. Гламания. Я, знаешь, уже все забуду. Вещи не покупаю, ничего. Тут мне пишет девчонка, которая со мной везде ходит по этим магазинам. Блин, Виолетта, там распродажа. Таких сцен раньше еще не было. Смотри, какие вещи кидает мне. Ну, конечно, я иду. Потом слышу. А, еще, прикинь, я так делала. Она еще мне звонит, главное, когда я работаю. Я, у меня как-то был такой случай. Я в магазине, ну, меряю вещи. Ну, а мне надо было на работе быть. Нас двое работают, а девчонка одна работала за меня. И тут мне звонят срочно, надо выходить. А я в магазине. И, прикинь, я вызываю такси, и через три минуты я опять уже на работе. Просто собираюсь, лечу, все, докупаю быстро. Напарница обычно, знаешь, что говорит. Ой, она там в магазин пошла. Ой, она там в аптеке. Ой, она там деньги меняет. Я прихожу, знаешь, совсем в другой одежде уже. Там вся такая, ну, пупыренная. Деньги на шмотки меняет. Мне больше, мать. А? Деньги на шмотки меняет. Да дура, я думаю. Нафига не нужна. Зато сейчас нормальные только вещи стали. У меня были юбочки, что только не было. Я помню, я выйду на улицу. Все мужики просто голову, шею сворачивают. Не то, что мужики, даже девушки смотрят. А зачем же ты выкинула? Да, выкинула, это я старые, это я про летние говорю. Старые, которые просто, ну, и летом, и зимой мы были. Но они из моды вышли, да, поэтому? Да они из моды просто бесили меня. А. Еще в гардеробе место... А? Место в гардеробе занимают еще, да? Ну, я хлам уже терпеть не могу. Молодец. Вот мне такая хозяйка нужна. Чтобы у меня глаза завязала черной тряпкой и сказала, два часа терпи. Потом я тебе развяжу глаза. А зачем глаза завязываю? А чтоб я не видела, как мои полезные вещи все выкинули. У меня и бардак из-за того, что много вещей. Не, я вот когда переезжала, я все скидала на балкон, то, что не нужно мне, чем я не пользуюсь. А вот то, что сейчас нужно, в данный момент я оставила. И все. Я тут с тобой разговариваю, все, конечно, хорошо. Можно было еще и убираться, так я не знаю, когда она приварится еще ко мне. А, надо готовиться, да? Да я откуда знаю. Вообще, она говорила, что у нее до, короче, до половины, до 16.30 еще час. То есть только через час она выезжает. А я откуда знаю. Тебе надо сейчас будет юбку примерить какую-нибудь, да? Ага. Так я ее на улице буду встречать. Попру стоя в штанах. Ну, а ты в юбке попрись. Ага, на улице холодно. Ну, как холодно? Ну, у тебя длинное пальто есть? А, хотя, если длинное пальто, там не будет видно юбку. Не-не-не. У меня пальто синее. Я как барон хожу. У меня пальто синее, картуз. Ну, кепка. Шарф такой. Джинчики и ботиночки. Не, вот так. Прикольно, конечно. Но не совсем женские. А что, ты прямо соскучилась по мне, да? Ну, да все какие-то вообще непонятно. То идиотка какой-нибудь. Вчера прикинь. Парень с Иркутска был. А откуда? А? Я говорю, ты откуда? А, он мне, ты откуда? Я говорю, я с Иркутска. Он говорит, я тоже. Я говорю, в смысле? Я прямо подофигела. А мне из Тула девушка попадалась. И что? Я говорю, давай встретимся. А она говорит, мне у меня своих полно. И она еще такая, рассказала, что она там вчера бухала в клубе, ничего не помнит. Я говорю, о, класс, веселая девчонка, мне такая нужна. А потом говорит, нафиг мне какой-то там левый и непонятный, когда у меня своих полно. А, по-моему, даже ВКонтакт давала. Тебе надо было зацепиться за нее. Ну да. Ну а как зацепиться, если она просто начинала морозиться ВКонтакте? Ну, игнорить и все. Ну да. Ну и что? Вот. Давно я не раздражалась. А ты ноги бреешь или депилируешь? Брею. А в чем, в смысле, что за вопрос? Ну, просто они колючие становятся, да? Нет. Ну, чуть когда отрастет. Нет. Нормальные, не-не-нет. У меня всегда гладенькие. А тебе попадалась девушка с небритой логиной? Да. Это жуть, да? Да. А почему они не бреют? Я не знаю, что у них в голове. Ну, когда ты не ходишь ни с кем, ни с кем не встречаешь, но когда ты навстречу идешь, то, конечно, да. Знаешь еще у кого? Нет. У азиатки. Мне азиатки и так не нравятся, но она была красивенькая на лицо. И вроде умненькая. Ну, когда дело допустили, дошло, короче, все. Она даже сексуальная была, ну, как на внешне. Знаешь, если внешне сексуальное действие нет, то это вообще по-моему. Ну, может быть, у них там в Азии какие-нибудь моральные устои свои, что брить логину нельзя. Это там... Я не знаю. Что у них там? Она хорошенькая была. У нее в Инстаграме фотки. Она там в трусах. Все у нее видно. То есть она любит себя. Она красивенькая. Но мне она не понравилась. В конечном итоге, когда я просто такая, чё. А прикинь, мне мужик знакомый рассказывал, что он наоборот бритые вагины не любил. И когда с женщиной встречался, и если у нее была бритая вагина, он ей маркером черным рисовал треугольник на вагине. Ну, на лапке. Как будто это волос. Только тогда, говорит, вставал. Не смог ее трахнуть. Жуть? Да это уже больно. Вот она. Лиза ее зовут. У нее фигура, да, классная. Тут даже вообще... Тебе бы она понравилась. Но любому мужику она понравилась. Ну, как? Который хотя бы фигуру в жизни. Вообще у меня сейчас такое, как сказать, позиция в жизни, что я хотел бы любую девушку трахнуть, даже жирную, даже страшную, для того, чтобы подарить ей радость. Ну, например, если девушку никто не трахать, потому что она некрасивая, я бы ее все равно трахнул. Через себя бы переступил. Благотворительность занялся. Да, 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 да. Но даже вот с этим, с этой позицией благотворительности все равно никто не хочет. Из страшных, я имею в виду. Почему никто не хочет? Ну, из страшных. Вот жирухи, они же могли бы сами подкатывать на улице, знакомиться, да? А они же все равно стесняются тоже. Да мне кажется, что сейчас любую девушку трахают, если она и страшная, и жирная. Поэтому в благотворительности смысла нет. Все равно какой-нибудь найдется, какой-нибудь узбек там или таджик, который на любое русское тело, славянское внешность, славянской внешности на любое тело залезет. Попрыгать, да? М? Попрыгать голову. Ну да. И что... Не, я надеюсь, что она все-таки учится и записывает, поэтому не отвечает. Я помню, с одной девушкой встречался, ну, она замужем была. И она такая говорит, ну, он меня любит. Я говорю, а как? Ты понимаешь, что он тебя любит? Ну, он мне всякие сексуальные игрушки покупает. Видишь, какая любовь? Угу. А, кстати, вот, насчет надувной груши, которую в жопу вставлять, ее женщинам вставляют, и из-за того, что перегородка между жопой и вагиной маленькая, получается вагина узкая, вот, и девушке проще кончить от маленького члена. Я даже на Алиэкспресс отзывы, когда читал, там малый один писал, я своей девушке эту грушу засунул, она через пять минут уже кончила. Ну, да, некоторые быстро кончают. Ну, то есть, получается, член к передней стенке влагалище сильнее прижимается. Угу, да, я поняла. А ты у себя точку G находила? Ну, не знаю, может, да, может, она ли это. Ну, скорее всего, да. О! Какие-то красивенькие девочки на таборе появились. Откуда они вообще? Они, видимо, не знают этот сайт. Тут один сброд. Вот я на таких надеюсь. Геленджик. Там уже всем под 30. В Геленджике самые горячие девушки, потому что у них там постоянно тепло. И, ну, когда тепло, трахаться хочется чаще. Ну-ка, сейчас остываю, посмотри, кого он. Знаешь, сколько человек? Сколько? Какая-то парень. Сейчас посмотрю. Кольким, всего шесть человек на сайте. То есть, не онлайн, а вообще просто шесть человек, прикинь. Да у нас вообще кризис, можно сказать, с этим. Одна была только. Она мне даже писала, по-моему. И с мужем ищем девушку для МЖМ. Ой, ЖМЖ. Ору просто. Короче, у вас вообще никого нет. Как будто ты сдохла. Ой, камняки зашла. Что-то я есть захотел. А, помнишь, мы это, картошку жарили с тобой? Да, да, да. Я сегодня после универа зашла, купила себе улитку. Знаешь, пирожное? Ну, пирожное, а розыгрышка. Знаешь, улитку, говорю. Ну, да. Ну, как бы... Булочка такая. Да, потом съела блинчик с шаурмой внутри. Ну, маленький. Потом пришла домой. И чай еще попила. Сейчас вроде не пустого. Все равно варить надо потом. Ну, да. А у тебя там сколько сейчас? А, времени 10.33. Ты еще не ел, что ли, с утра? Ага. Я еще больничный взял сегодня идти продлять. Куда? Больничный взял. А, болеешь, что ли? Да что-то температура в пятницу появилась, и я думаю, блин, надо воспользоваться моментом, пока есть температура. А у нас все еще деньги. Сразу побежал, да. Что? Сразу побежал. Сразу побежал. Да. Я засветилась со своими мирами. Теперь я вот... Мне надо каждую добавлять в друзья, чтобы ей только написать. Потом, чтобы она фотки посмотрела, альбом открывается. Там с этим вообще проблем. Прикинь, что тут, короче. Две девушки улыбаются друг к другу, видимо, вместе. И пишет еще кое-что еще девушку. А. Тройничок? Валюша. Походу, 26 лет. Еще женщину до 50. А у тебя тройничок был? А? У тебя тройничок был? Нет. А ты бы хотела? Нет. Ну нафиг. А то еще преревнуешь, дай. Ого. Ну, третьего к первой преревнуешь. Третью к первой. Ну, тебе покажется, что они друг другу нравятся больше, а тебя в стороне оставили. Да нет. Не думаю. Просто не охота. Воспитываю сына своего мужчину. Ну, знаешь, есть муж, сын, еще девушку ищут. Вот не зажрались, а с Геленджика и фотку с сыном, прикинь, скинула. Что творится в этом интернете вашем? В интернетах, да. Да, и в этих ваших интернетах. Что с НТВ, что ли? М? С НТВ, что ли? Где? Ну, НТВ канал. И что там? Ну, там же, как бабки, ходи. Да это во всем телевизоре, а не там, как бабки. Не могу не согласиться, как не зайдешь. Еще, помнишь, шутка такая старая была. Две бабки сидят, и одна другой. А ты слышала? Медведев завел блог в свитере. Ну, то есть, блог в твитере. Да, я поняла. Блог в свитере. Сейчас уже на первый канал зайдешь, там вот уже не знаю, что собирать. Мне кажется, у Малахова уже все должно уже давно кончиться, весь сюжет. Это который про Шурыгину? Да. Ну, что там смотреть, скажем? Ну, я не смотрю, потому что там очень много рекламы. Да, 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 да. Или кто-то кого-то изнасиловал, как обычно, или... А, или знаешь, мужская-женская передача? Да, вообще сплошной цирк. Вечно все холодные, недовольные. И тут им учат, как им жить, что им делать. Да по телевизору еще качество картинки плохое. По телевизору еще картинка плохая. Они хоть и сделали вот эти цифровые 20 каналов, но они все равно там в маленьком разрешении передают. Не знаю, у меня все хорошо. Ну, у меня и так стоит, как бы. Кто? У меня и так стояло. А, на много каналов, которые, да? Да. Да, толку-то от них. Одно и то же все равно иногда включаю. На ютубе, например, можно набрать жопа или говно. И там всякие интересные ролики, у которых там 2-3 просмотра. Такие редкие, но они все равно смешные. Или, я помню, набрал на ютубе ебутся. И там пьяного мужика какая-то, овчарка, трахала в голову. Вообще, угар. Или там 3 кота друг на друге трахают друг у друга, не видела? Да, я в жизни не видела. Или 4 даже, я помню, 4. Ну, короче, внизу кошка, сверху кот. На всю эту пирамиду еще кот запресс. Ну, короче, и кот, который в самом низу, у него такие глаза потерянные. Он же от блин думает, зачем я с этим связался. Какой-то польский видеоролик был. Там еще они по-польски комментировали и ржали за кадром. Где-то там через окно на крыше снимали. А там воражки, только ворожки и одни дебилы, да. Еще вот этот смех, он заразительный за кадром тоже. Вроде ролик не такой смешной, а как смеяться там начинают они. Еще, знаешь, комментарии бывают. Вы тоже наткнулись на этот ролик, введя слово говно в поиске? Ты слышишь, как мне звонят? Неа. Да мне один паренек достал меня уже. Он живет рядом. И хочет со мной увидеться. А ты не хочешь его обидеть? Да нафиг он не сдал. Ну а ты ему скажи, что мне нравятся жирненькие там. Или какие-нибудь постарше или помоложе. Ему и так 28. Ну знаешь, помоложе. Ты скажи, тебе 15-летние нравятся, ты извращенка. Или скажи, что тебе девственники нравятся, вообще будет классно. И заходит ко мне на страницу. Девственники. Ну да, потому что... Я не знаю, что-нибудь скажешь, я не могу. А кстати, тебе девственники нравятся? Я сам подумал. Не, ну если бы я был девушкой, ну девственники, они же не обязательно должны быть прощавые, там страшные. Есть же такие, которые просто скромные, которые не могут на улице подкатить сами. Вот. Если бы я был девушкой, я бы искал девственников, чтобы они меня запомнили на всю жизнь, как первую девушку. Ну как бы, подарить счастье таким образом. Что он мне названил? Секса хочет только, да? Ну, весна наступила. Да, дурочок. Сочувствовал, когда ты делаешь, ты ищешь девушку, и тебя тоже ищешь. Замкнутый круг. Угу. Он вообще мой конкурент, по сути. Да. Дальше ищет, кого хочет. Не, ну если ты с ним трахнешься, то он не будет твоим конкурентом. То есть он к другой девушке не пойдет, он будет с тобой. Ну нахер он мне. И получается, что другая девушка будет свободна для тебя. Видишь, какая... Мне нравится твоя лочь. Какая сложная взаимосвязь, да? Так мне что, со всем городом, что ли, переспать из-за этого? Чтобы все девушки были моими. Чтобы у них не оставалось выбора. Ну что, Виолетта, давай заканчивать разговор. А то я что-то уже не проголодался, и надо умыться там. Да-да, давай. А ты зайдешь? Ну да. Через сколько? Через час. Да. Ну хорошо, тогда. А может быть, давай контактом обменяемся? И мы там сразу напишем, кто через сколько зайдет. Заходи через... Вот в 11.40 у тебя будет. Да я не знаю, может планы изменятся. Мне надо еще на машину замок прикрутить. А потом нужно идти в больничку, продлять больничный. Ну у тебя ВКонтакте есть, может быть, какой-нибудь фейк? Нет, я там вообще ничего. Давай, а на Баду-то как? Я можно найти? А на Баду меня нету. У меня терпение лопнуло, и я всем девушкам начал писать. Поебемся, 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 и меня сразу там заблокировали. А в Телеграме есть? Есть. Давай там. А как там надо добавлять, а что-то забыл? Ну номер, скажи свой. А, телефонный? Да. Сейчас. У меня в контент на планшете. Сейчас я... Я просто не помню, какой там номер у меня зарегистрирован. А, все. Угу. Сейчас, подожди, нет. Угу. На самом деле, как тебя зовут? Скажи хотя бы. Вениамин. А почему Макс? А это фейк. Вот ты в сети. Да. Сейчас ты икину смайлок. Слышала? Да. Что за цветок? Это у меня кактус распустился на окне. Я его стараюсь. Классно. Красивый? Да. Ну все, тогда давай, кушай. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.